Добрый день! Это птица счастья или жар птицы. Сегодня расскажу и покажу, как я ее делаю. Основной материал это сосна либо ель, покупая на строительном рынке. Есть три главных правила при выборе материала. Первое это максимальная влажность, то есть заготовка должна быть очень тяжелая. Второе, минимальное количество сучков, лучших вообще, чтобы не было. Ну и третье, это расположение годовых колец максимально параллельно ширине рейки, либо плоскости бруска. Для изготовления крылышек мы берем рейку 50 на 25, длиной 350 мм и рисуем на ней вот такой чертежик. Для удобства удаления лишней древесины сделать перменикулярный пропил электролузиком. Ну и приступаем собственно к извлечению наших крылышек из заготовки. Я использую плоские стамески различной ширины, как узкие, так и очень широкие. Можно резать как поперек волокон, так и вдоль волокон, дальше вы увидите это. Использую Z-образный упор, то есть деревянная доска, в данном случае кусок ламината у меня. И два бруска, один упирается в столешницу, второй служит упором для заготовки. Наша задача максимально близко выбрать древесину, как тому чертежу, который был нанесен. В законцовке крылышек срезается перпендикулярно. Здесь самое главное плотно прижимать заготовку к упорному бруску, чтобы при выходе стамески из дерева не получился скол. Ну вот, крылышки у нас почти готовы. Сейчас мы будем выбирать бороздки, так сказать, придавать ажурность нашим крылышкам. Самая первая борозда должна быть достаточно широкая и глубокая. Это своеобразный замок, за который перышки зацепляются друг за друга. Законцовку крыла также можно немножко скруглить. На мой взгляд, более красивше получается. Но я делаю птичек и не скругляю, то есть оставляю плоскими. Продолжаем добавлять ажурность крылышкам. Наносим бороздки. С одной стороны мы закончили. Сейчас карандашом переносим, делаем меточки, где у нас должны располагаться бороздки. И аналогично делаем на обороте крыла. Здесь особых комментариев не требуется. Раньше так не делал. Потом жена посоветовала, посмотрели. Да, на самом деле так красивее. Сейчас один из самых ответственных этапов. Это мы будем щипить. Щиплю я острым тонким ножом, обычно кухонный, самый дешевый. Зажимаю крылышки в тесы. Толщина перышек где-то миллиметр-полтора, не больше. Иначе неудобно будет потом разводить их. Вначале щипится практически до сочленения с туловищем. Потом вы увидите, что все-таки где-то до середины и так далее. Но это не страшно при разводке, потом подрежем ножом. Бывают случаи, что перья прорезаются насквозь. Тоже не совсем опасно. Но и обычно первое-последнее перо не получается. То есть тут тоже не паникуйте. Из такой заготовки получается порядка 30 перьев. Там плюс-минус 5. В основном почему-то плюс. Первоначально толщина соединения крыльев с туловищем составляла 5 миллиметров. Это сделано для того, чтобы когда вы щипите, ну, колите перья, у вас они не изгибались под давлением ножа. Но для разведения перьев, разводки их, необходимо все-таки уменьшить это сочленение до, ну, миллиметров 3-2,5. Так будет удобно. Следующий важный этап это, собственно, разведение перьев. Подрезаем ножом до сочленения. Как я уже говорил, там не всегда прорезалось. И начинаем отводить их в правую сторону, в сторону верха туловища. Зацепляем перышко одно за другое. Постепенно, медленно, не торопясь, сдвигая, подрезая. Вот так вот беретесь ближе к сочленению руками и сдвигаете в сторону. Делается вначале с одной стороны, потом крыло перевернем. Сделаем то же самое с другой стороны. Здесь, если мы с той стороны делали вверх, то с этой стороны, соответственно, делаем вниз, разводим. Все то же самое. Так же заводим. Так же отводим в сторону, постепенно, не торопясь. Древесина сырая, поэтому трещательно не должна. Но если даже немножко подкрыскивает, это ничего страшного. Сдвигаем это между собой, поплотнее делаем. Не бойтесь, не сломаете. Вот так вот. Ну и в конце мы соединяем между собой эти два полукрыла. И стягиваем перышки между собой поплотнее, чтобы они лежали. Вот так красиво получилось. Далее, чтобы крыло было плоское, вот таким образом я его выравниваю. После чего можно будет положить под пресс. Аналогично получилось и второе крылышко. Делаем обвязку. С помощью шнура делается для того, чтобы перышки со временем не разошлись. Потому что древесина высохнет и она может разъехаться в разные стороны. Вот так вот выглядит, когда обвязка сделана с обеих сторон. И вот, собственно, под прессом крылышки полежали у меня сутки. Теперь перейдем к туловищу. Для изготовления туловища я взял брусок 50 на 40. Длиной также 35 сантиметров, 350 миллиметров. Нанес на нее вот такой чертежик. Размеры все даны, видите. Для крылышек, чтобы правильно вырезать для них паз, нужно крылышки приложить бруской и мином по крылышкам сделать разметку. Потому что у вас первый и последний, там может быть, два-три пера придется срезать. Соответственно, у вас будет ширина не 5 сантиметров, а несколько меньше. Далее зажимаем тиски и начинаем электролобзиком выбирать лишнюю древесину поближе к нашему чертежу. Он тут сильно стараться не получится, потому что все равно лобзик есть лобзик. Пилка уходит, но максимально близко. Выбираем древесину, для того, чтобы в дальнейшем нам было полегче все-таки резать. Самое, наверное, тут интересное, это вот работа вокруг головы. Сейчас вы увидите. Скорость я поставил максимально быструю, чтобы не затягивать видео. Поэтому, на самом деле, все это несколько медленнее пилится. Вот. Продолжение следует... Дальнейшая работа заключается в обработке, выборке древесины, также до чертежа, до размера. Здесь, наверное, два интересных момента. Первое, это работа ножом, потому что нам нужно максимально близко сформировать образ нашей птички. Много таких и больших срезов, и мелких. То есть, тут достаточно долго, кропотливо, нудно. Но в то же время нужно это сделать. После чего я, для того, чтобы дать все-таки завершенность этой всей формы, использую мини-гравер с наждачной бумагой. И дошкуливаю все эти неровности. Выравниваю для того, чтобы получить все-таки уже практически окончательно готовое изделие. Потом все равно после сборки мы его отшлифуем, кое-где там подправим. Но вот в таком вот более приглядном виде оно должно получиться. Естественно, перья на хвосте также мы делаем бороздки, также щепим, также уменьшаем вот это вот сочленение перьев с туловищем для того, чтобы развести. Единственный интересный момент в разводке, то что мы делаем в разводку не как бы сначала до конца, а разводим правую и левую сторону хвоста оба вниз. То есть, если мы перья разводили одну вверх, допустим, левую сторону вверх, правую вниз, то здесь делаем все вниз. И делаем одинаковое количество перьев слева и справа. После чего соединяем между собой. Хвостик получается вот такой вот вогнутый вниз, полукруглый. Также потом перевязываем шпагатом, цветной веревочкой и ставим под пресс. Ставим под пресс вот под таким углом, для того, чтобы хвостик у нас немножко поднялся. Нам нужно будет с вами заводить крылышки под хвостик. И если хвостик вот так вот не выгнать, у нас крылышки просто туда не зайдут. Переходим к процессу сборки. Промазываем клеем ПВА. Кстати, рекомендую сочленение все также промазать для того, чтобы более крепко было все сочленения крылышек с туловищем. Вставляем крылья. Заводим их под хвостик. Зажимаем их струбциной. Клеем спотек. Размазываем клей с обратной стороны. И оставляем сушиться. После высыхания птички мы также шкулим и шлифуем. Придаем гладкую, красивую поверхность. На самом деле это еще не все. Допустим, мы не хотим выпрямлять крылья. Получим вот такую птичку. Она будет стоять у нас с вами на земле, а не висеть на веревочке. Крылышки будут изогнуты таким образом, красивым. И в принципе птичка такая тоже имеет место быть. Единственное, что хвостик у нее немножко сделаем по-другому. Либо мы можем по-разному закрутить крылья. Получим танцующую птичку. Сделаем ей хохолок. Эту птичку я назвал испанкой. Вот, заметьте, хвостик как сделал. Немножко по-другому сделал вертикально. Если вы смотрели мои видео про маленьких птичек, там именно так и сделано. Носик загнут в сторону, головка повернута. То есть, возможности для творчества очень большие. Спасибо всем. Удачи. Если есть вопросы, задавайте в комментариях к видео.